Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как обычно в этот день и час события, факты, самые актуальные городские темы в программе «Лица столицы» в студии Александр Шелко. И сегодня гость нашей программы, член Общественной Палаты Республики Крым, член Президиума Ассоциации Ветеранов Боевых Действий Органов Внутренних Дел и Внутренних Войск России Александр Бочкарев. Добрый вечер, Александр Вениаминович! Вы много лет отдали работе в правоохранительных органах, являетесь ветераном МВД. И, наверное, наш сегодняшний разговор начнем именно с темы военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Что можете сказать о нашей сегодняшней молодежи? Ну, молодежь у нас сегодня замечательная. Почему я так говорю? Потому что вы посмотрите вот за последнее время, сколько произошло интересных событий. И везде, в первых рядах, вместе с ветеранами, с симферопольцами, с крымчанами, в плечо идет наша молодежь. Мне очень приятно, как ветерану органов внутренних дел, что сегодня военно-патриотическое воспитание молодежи получило новый всплеск, новую поддержку. Вы посмотрите, сегодня в школах открываются кадетские классы. Молодая гвардия сформирована и в Крыму, и в городе Симферополе. Больше наших ветеранов стали привлекать к различным мероприятиям. Я лично являюсь куратором 11-й гимназии, где мы создали два кадетских класса полицейской направленности. Это благодаря нашему министерству внутренних дел, нашему председателю Иларионову Евгению Федоровичу, который по Крыму возглавляет нашу организацию. Ну и, конечно, замечательному моему другу, директору 11-й гимназии Иошину Николаю Васильевичу. Как эта работа ведется? Ведь еще совсем недавно многие наши школьники не знали, чем отличается Великая Отечественная война от Отечественной войны 1812 года. Какова ситуация сегодня? Ведь все-таки патриотизм это во многом еще и знание истории. Да, обязательно. Обязательно. Историю мы обязаны свою знать. Тем более наше государство на своем пути, многовековом пути, столько преодолело препятствий. То, что ребята сегодня намного больше интересуются исторической памятью, я могу сказать из личного опыта. Я часто выступаю в школьной среде, в высших учебных заведениях. И молодежь задает такие вопросы, что иногда сам начинаешь плавать. Ну, ответ это знаешь, но все равно. То есть ребята знают, ребята интересуются. Ребята чтут память своей страны. Это дорогого стоит. На ваш взгляд, может быть, необходимы еще какие-то новые формы работы с молодежью? Или все-таки тот уровень, который существует сегодня, это достаточный уровень? Вы знаете, я считаю, что вот тот уровень, который есть сегодня, вполне достаточный. И мне кажется, вот управление образования и руководитель этого управления, Сухина Татьяна Ивановна, идут верным путем. А самое главное, я вам скажу так, когда руководитель сам является патриотом, он как Сухина у нас, понимаете? То военно-патриотическая работа в школах, в городе будет вестись очень правильно, очень качественно. Ну, эти встречи, они в основном посвящены каким-то праздникам, День Победы, День Освобождения Симферополя? Или, в принципе, это работа круглогодичная, это постоянная работа? Значит, да, мы к знаменательным датам обязательно, практически во всех участвуем мероприятиях, к знаменательным датам. Но помимо этого, там, где именно направленность наша, вот полицейская, там мы с ребятишками встречаемся уже отдельно по плану. То там организовываем поездочки в музей органов внутренних дел, к нашим мемориальным местам, встречи с нашими сотрудниками, рассказываем, какие службы, чтобы привить молодежи интерес к этим службам. И мне очень приятно, что выпускники школ, в том числе и наши кадеты, поступают в высшее учебное заведение полиции. Что, кстати, вот в этом году еще раз поступило, несколько человек, несколько наших детишек поступили в высшее учебное заведение МВД. То есть это будут будущие полицейские Российской Федерации? Это будущие полицейские Российской Федерации. Вы были активным участником событий 2014 года, Крымской весны и так далее. Мы с вами встречались в этой студии неоднократно, говорили на эту тему. Вот не могу вас не спросить, с позиции сегодняшнего дня, прошло уже, да, практически 4 года. Вот как вы оцениваете социально-политическую ситуацию в Крыму, может быть и межнациональные отношения? Какова ситуация, на ваш взгляд, сегодня? Позитивные изменения, может быть, есть и негативные? Ну, основные, конечно, позитивные изменения. И это, я думаю, любой крымчанин, любой симферополист видит. Ну, что говорить, вы посмотрите, такие стройки века, Крымский мост, аэропорт, объездная дорога Таврида строится. Вы посмотрите, сколько в городе сегодня, вот только если брать по Симферополю, сколько появилось новых памятников, великолепных памятников, памятник вежливым людям, ополчению всех времен и народов, памятники Екатерины. Открываются мемориальные доски. Вот недавно буквально мы открыли капитану Беспалову, это наш милиционер, который погиб при исполнении служебных обязанностей. На здании УВД сегодня красуется мемориальная доска Героя Советского Союза. Тоже приятно, приятно, когда вот эта память живет. Павлову, да. Павлову, да? Да-да-да. Это практически историческая справедливость. Конечно, конечно. Наша молодежь должна знать своих героев и учиться на их примерах. Я вам скажу откровенно, я когда почитал о Павлове, это уникальный человек, и правильно, что его память сегодня увековечена. В Симферополе, мемориальной доской, да? Именно, да, на здании УВД города, где он служил с 1953 по 1956 год. Замначальника УВД был. Вы как член общественной палаты Республики Крым курируете, насколько я знаю, практически все вопросы, связанные с Симферополем. Вот сегодня мы видим то, что делают городские власти. Мы видим, что вот сейчас начинается глобальный демонтаж незаконно установленных малых архитектурных форм, ларьков и так далее, и так далее. Вы видите, там реконструкция зеленых зон проходит, много высажено зеленых насаждений в городе, масса других инициатив. Вот как жители города относятся к вот этим инициативам власти сегодня городской? Вы знаете, жители города к этим инициативам относятся позитивно. Почему? Потому что, ну вы видите, город преображается. Там, где стояли киоски, были микрорыночки или что-то, сегодня разбиты скверы. Вы зайдите, посмотрите в наши парки. Ну вот та убогость при Украине, необрезанные деревья сухие стояли, разбитые фонари, дорожки. Сегодня не узнаете. Заходите в любой из парков и практически видно, что администрация города приложила руки к тому, чтобы город был чище, более прекрасный. Сколько клумб высажено. Ну вообще, конечно, город очень... Вот мои родственники приезжают и говорят, ну Симферополь сегодня не узнать. И мне, как Симферопольцу, как крымчанину, очень приятно, что город молодеет, город оживает. Общественная палата Крыма рассматривает, ну, массу вопросов, естественно, и вопросов всего Крыма. Вот какую часть, все-таки, вот тем или определенных вопросов занимает именно Симферополь в общественной палате Крыма? Ну, я вам скажу, что где-то процентов 50, наверное, приходится на Симферополь. Потому что, как какие-то значимые, серьезные вопросы, это все начинается со столицы Крыма, с города Симферополя. И мне очень приятно, что у нас председатель общественной палаты ИОФ и Григорий Адольфович, сам коренной житель Симферополя, заинтересован в том, чтобы столица была столицей. Какие-то вопросы спорные, те, которые вызывают какое-то там недовольство в обществе, они моментально рассматриваются на общественной палате. Мы свои предложения предлагаем и губернатору, и совету министров, и депутатскому корпусу, Государственному совету Крыма. И очень хорошо, что к нам прислушиваются, прислушиваются как членам общественной палаты, как ветеранам. Поэтому вопросы у нас серьезные взаимодействия и с общественным советом города. Ну, где я действительно, я в прошлом председатель общественного совета. Вы возглавляли общественный совет города еще недавно. Очень много знаю проблем, и мне приятно, что Щербаков Олег, который сегодня возглавляет члены общественного совета города, там действительно подобрались профессионалы, очень серьезные люди, профессионалы. Приятно, что они прислушиваются к нашим советам, сами вносят какие-то интересные инициативы, что, конечно, идет во благо города, во благо горожан. Как правило, какие вопросы все-таки рассматривают в отношении Симферополя в общественной палате Крыма? То есть наиболее проблемными и острыми для горожан является что? Ну, это и вопрос, когда хотели в Симферополе строить мусоросборный, завод по переработке мусора, вы помните, да? Это и озеленение города, это и наведение порядка, чистота, контейнеры, площадочки, вот эти вот такие глобальные. Это и дороги городские, где было тоже очень много проблем, где приглашались и глава администрации, и руководители подведомственных хозяйств, которые объясняли нам, вот это мы планируем сделать сегодня, вот это вот так, а вот это в перспективе, потому что все упирается в финансирование. Но в целом находим компромиссы, где-то поправляем, где-то подсказываем. Спасибо, что к нам прислушиваются. Насколько сегодня налажено это взаимодействие? Понятно, что для эффективного решения проблем города и городских каких-то вопросов очень важно взаимодействие городских властей непосредственно, там и администрации города, и городского совета, наверное, все-таки с общественностью города, с какими-то общественниками, с теми же членами общественной палаты, общественного совета городского. Вот как вы оцениваете это взаимодействие? Оно на достаточном уровне? Да, я считаю, что глава администрации города, депутатский корпус постоянно этому вопросу уделяют внимание. Буквально где-то в ближайшие дни мы проведем ряд мероприятий по дошкольным и школьным учебным заведениям города. Что это за мероприятие? Ну, хотим посмотреть подготовка учебных заведений к новому учебному сезону. Там будут привлечены сотрудники управления образования, обязательно управление капитального строительства, обязательно общественный совет города, депутатский корпус. Я думаю, выработаем решение, посмотрим там, где надо немножечко усилить, ускорить работы, чтобы поторопить подрядчиков, потребовать кое-кому, ну, а кое-кому и пальчиком погрозить. То есть посмотреть, насколько сегодня готовы наши школы и детские сады, тем более, что это не только начало учебного года. Октябрь-ноябрь – это начало отопительного сезона, это немаловажно. Конечно, конечно. То есть это будут заниматься в том числе и общественники? Да, обязательно, обязательно, да. Я думаю, что одним из тех, кто будет инициатором этого вопроса, буду являться и я. Как налажено взаимодействие вот лично с главой администрации Игорем Михайловичем Лукашевым? То есть насколько активно удается совместно работать для решения все-таки городских проблем? Вы знаете, мне приятно, что Игорь Михайлович очень открытый человек. Вот если какой-то возникает вопрос, касается либо ветеранских наших дел, либо военно-патриотического воспитания, либо просто хозяйственных дел города, мы же, как члены общественной палаты, ведем постоянный прием граждан, где они обращают внимание на одно, на второе, на третье. Вот когда комплекс вопросов вырисовывается, созваниваемся, договариваемся на встречу, и мне очень приятно, Игорь Михайлович всегда находит время для того, чтобы встретиться, обсудить эти вопросы и принять конкретные решения. И я могу сказать, я, например, получаю удовольствие от того, что те вопросы, которые я ставлю, они решаются, решаются быстро, оперативно. В представительстве депутатского корпуса мы знаем, что, да, у нас люди действительно выбирают своих депутатов по разным микрорайонам, которые представляют своих же горожан, своих избирателей. Как налажено взаимодействие общественности с нашим депутатским корпусом? Я имею в виду городской совет. Ну, вы знаете, вообще вот этот созыв, депутатский созыв, так скажем, первый после 2014 года, ребята подобрались очень толковые, грамотные, толковые, молодые, инициативные. И любая проблема, вот я как-то на одной из ваших передач говорил, вот у нас проблема возникла по Гагаринскому парку. Стоило позвонить депутатам, через буквально полчаса где-то 5-6 депутатов уже были в парке, уже рассматривали вопросы, вынесли на свои постоянные комиссии. То есть вот это взаимодействие, оно идет постоянно, взаимообмен, взаимодействие. Ну, и мне очень приятно, что на любых приемках, там, где мы, общественники, принимаем участие, присутствуют депутаты города. Ну, молодец, Виктор Николаевич Геев им серьезно поставил задачу. И скажу откровенно, основная масса депутатов с ней справляется честно, добросовестно. То есть можете отметить, что тот депутатский корпус, который существует сегодня, в большинстве своем он работоспособен все-таки? Работоспособный, грамотные, толковые ребята. И самое главное, у них есть инициатива. Они постоянно где-то что-то, не выжидают, когда им кто-то позвонит, а сами выезжают на свои округа, сами смотрят возникающие проблемы и пытаются их порешать. Я хочу сказать, вот в прошлом году мы 22 двора, да, в Симферополе привели в порядок. Да, было сделано. Вот, это благодаря инициативе наших депутатов, благодаря инициативе нашей администрации города, которая сумела найти денежные средства, и люди сегодня довольны. Они благодарят за то, что действительно наши дворы потихонечку превращаются в замечательные места, где можно и отдохнуть, и хорошо провести время после работы. Ну, сегодня и скверы, многие очень скверы у нас были, и Богдана Хмельницкого, и сквер Суворова, и Высовского. Скверы это вообще отдельная тема, вы знаете, об этом можно много говорить. Это действительно зеленые уголки, райские уголки Симферополя, так мы их сегодня Симферопольцы называем. Где прийти отдохнуть, вы посмотрите, вот Екатерининский парк, ну, замечательно. Сколько детворы в жаркое время, фонтанчики бьют, да, ну, просто молодцы. Спасибо. Вот за это администрации огромное спасибо. И спасибо, кстати, руководству Крыма за то, что большое внимание уделяют Симферополю. Столица так и должно быть. Вот в завершении нашей сегодняшней программы немного, может быть, о перспективах работы и вас, как представителя Симферополя в общественной палате, и вообще вот перспектив взаимодействия власти и общественности города. Чего бы еще хотелось? Может быть, конкретные мероприятия, может быть, конкретные направления деятельности? Вы знаете, вот мне бы хотелось бы, конечно, чтобы в ближайшее время мы собрались, общественники города, депутатский корпус, администрация города, ну, наиболее заинтересованные службы. И типа вот как небольшой провести либо форум, либо какое-то совещание, семинар, где поделиться теми мнениями, что мы сделали полезное и нужное для города, поблагодарить этих людей, где у нас еще есть проблемные места, чтобы все-таки поднять эти темы и вынести, чтобы горожанам жилось комфортнее, уютнее в родном Симферополе. Может быть, есть смысл действительно сделать этот, может, форум даже или ежегодным, или там раз в полгода? Вот такое вот продумать, сейчас посмотрим, мы сейчас этот вопросик и с депутатским корпусом, и с администрацией оговариваем. Я думаю, это было бы полезно, чтобы пригласить максимальное количество руководителей общественных организаций, чтобы депутатский корпус уис присутствовал от администрации, как я сказал, и выработать. Это все-таки те люди, которые наиболее заинтересованы в том, чтобы город процветал, чтобы город действительно соответствовал. Да, и корпус, и общественность, и городские власти, да, исполнительная власть. Да, 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 да. Вот это было бы здорово. У меня такая есть задумка небольшая, но не только у меня, и у депутатов наших. Ну, а что касается военно-патриотической работы, значит, 1 сентября наши детишки выходят в классы. Я лично, вот все, там, где у нас в школах открыты кадетские классы милицейской направленности, а у нас и МВД, и УВД города, спасибо начальнику УВД, отдельное спасибо за 11-ю гимназию, где он непосредственное участие принимал. И УВД города, кстати, наша шефствует над детским садиком, 89-м, есть такой у нас детский садик. Значит, мы подарим нашим кадетам вот такие журнальчики, здесь история советской милиции с 17-го года до 2017-го. Здесь все, кто был... 100 лет на страже правопорядка, да. На страже правопорядка, да. Подготовил вот этот такой буклет наш председатель ветеранской организации Ларионов Евгений Федорович, полковник милиции в запасе, очень грамотный, очень такой позитивный руководитель. Я понял, что там исторические тоже... Да, исторические справки, как создавалась милиция, наши руководители, все от первого руководителя Крыма и по сегодняшний день. Интересно. Вот эти наши памятники, вот памятник Беспала вот тут установлен, то, что вот недавно мы... Ну, я думаю, это не маловажный момент, да. Это деткам будет интересно, тем более тем, кто из них захочет связать службу с полицией России. Это будет и полезно, и важно, и нужно. Ну, и пользуясь случаем, я, конечно, хочу пожелать нашим ветеранам, особенно тем из них, кто не на дачном участке копается, принимает самое активное участие в военно-патриотической работе, выразить им слова благодарности и пожелать им крепкого здоровья, чтобы они еще много лет приходили в классы, приходили к нашим студентам, учили, рассказывали, делились своим жизненным опытом. И поверьте, Александр Александрович, им есть что рассказать. Некоторые из них это люди истории, люди истории, замечательные люди. Спасибо большое, Александр Вениаминович, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Сегодня участником нашей телепрограммы, программы «Лица столицы» был Александр Бочкарев, член Общественной палаты Республики Крым. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся в это же время через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok